Всем привет! Меня зовут Маша, я обожаю мейкоп. И сегодня у нас с вами распаковка. Итак, ребята, мне пришло несколько посылок, и я решила с вами поделиться тем, что в них там происходит. Я уже посчитала, в этом месяце я потратила на косметику чуть больше, чем 600 долларов. Учитывая палетку хайлайтеров от Dior и не учитывая палетку от Pat Bagrat. Давайте посмотрим, что мне пришло и что я купила. Очень быстро покажу еще раз посылку от Caledas Makeup. Может быть, вы не видели обзор на палетку хайлайтеров от Dior, потому что именно там я ее распаковала. И здесь у меня три палеточки хайлайтер, а также палетка для скульптурирования лица. Я думаю, что завтра я как раз начну тестировать всю эту косметику. И предполагаю, что в конце следующей недели у меня уже сложится мнение об этих продуктах. Я думаю, что здесь достаточно много всего, и мне, пожалуй, не хотелось бы делать видео исключительно первых впечатлений. Или хотя бы записывать макияжи как первые впечатления, да. Но в итоге вам все-таки дать хоть какие-то более-менее полноценные впечатления, более-менее полноценные мысли. Это, конечно же, не будут мысли как после месяца использования продуктов. Но, тем не менее, чтобы они были более осмысленными. Далее мне посылка от Sephora. Я сейчас поняла, что, наверное, общая сумма все-таки 650 долларов получится. Потому что я забыла про палетку MiniZenta. Она была как раз в этой же посылочке. И отзыв на нее вы можете найти на моем канале. Сильно много, ребят, я не безумствовала. Я взяла парочку продуктов из новых анализов, которые меня заинтересовали. Итак, помимо палетки MiniZenta от Natasha, я взяла по два продукта от брендов Rare Beauty и Charlotte Tilbury. От Charlotte я взяла мини-палетку Bronze & Glow. Мне довольно красивая упаковка, надо сказать. И так выглядит палеточка. На самом деле мне, пожалуй, это оформление нравится немного больше, нежели оформление большой палетки, оригинальной палетки, да. От Charlotte палеточка была какой-то легкой. И этого эффекта люксовости в ней не было. Эта же палетка очень даже приятная. У меня на самом деле просто не было той. Мне было жалко потратить на нее денег. Но я пробовала ее у подруги. И в принципе мне она понравилась. Поэтому я была очень рада тому, что Charlotte решила выйти с мини-версии. Такую палетку удобно и с собой брать. И вообще, на самом деле, 3,5 грамма каждого из продуктов, мне кажется, это очень даже неплохой вариант. Также от Charlotte я, конечно же, взяла палетку для лица и глаз. Instant Look in a Palette. Вариация данной палетки называется Roll Stone Beauty. Так это выглядит. Классическое оформление. И так это выглядит внутри. У меня есть похожая палетка прошлого года. И я вам говорила, что это любимая моя палетка от Charlotte. Так что мы с вами посмотрим и сравним, похожи ли они. Вот эти два оттенка очень похожи на оттенки из предыдущей палетки. Но, возможно, это и не так. И от Rare Beauty я решила заказать палетку теней. А также мини-набор, который стоил всего 15 долларов. Здесь у нас мини-румяна и мини-бальзам для губ. Нежно-розовый оттенок румяна, а коричневый это бальзам. И, ребят, на самом деле, я думаю, что это последний продукт для губ, что я покупаю в этом году. Разве что что-то случится. Почему купила? Потому что цена общая данных продуктов была всего 15 долларов. Здесь ровно половина от оригинальной версии. И это очень честная цена. Плюс я думаю, что данный оттенок румяна мне должен понравиться в качестве такого повседневного варианта макияжа. И, да, мне интересно было попробовать, в принципе, продукты от Rare Beauty. Но если говорить о тональном и консилере, я просто, наверное, не была уверена в том, что мне, в принципе, на данный момент нужен подобный продукт. А как раз-таки средство для щек в мини-размере и такой бальзам, который я точно использую, маленький. Это, так скажем, абсолютно мой формат. Так, ребят, выглядит палетка от Селены. Она мне, знаете, напомнила такие советские открытки. Находила я у мамы. Такие открыточки по ребристой поверхностью. В зависимости от того, под каким углом она лежит, картинка меняется. Здесь картинка не меняется, но сам дизайн такой 3D-шный напомнил мне те открытки. Так выглядит палетка. Решила взять именно ее, потому что в жизни у меня нет ни одной сиреневой палетки. Я подумала, хочу бы и нет. На самом деле меня заинтересовал вот этот оттенок. По фото, по видео мне показалось, что это, возможно, до хром. Посмотрим. Вторая палетка мне тоже очень понравилась. Там такой сочный бирюзовый и салатовый. Но я подумала, что остальные оттенки мне не интересны. И ради этих двух брать целую палетку, наверное, не очень разумно. Поэтому решила взять эту. Все-таки мне интересно посмотреть на качество теней от Селены Голлос. И, насколько я понимаю, все оттенки в данной палетке это либо шиммеры, либо металлики. И это, ребят, все, как я и сказала, моя посылка от Sephora была небольшой. Далее, ребят, я вам говорила, что я заказывала бокс от Treadwood. Именно этот бокс был очень небольшой. Я уже, на самом деле, все сложила в один пакетик. Пока что еще не начала пользоваться. Здесь несколько пробников. Мини-сыворотка. Средство для пилинга в домашних условиях. А также полноразмерный продукт. Сыворотка с экстрактом коноплей. В одной из распаковок бьюти-боксов я получила такой крем для лица. Как раз CBD. И говорила, что очень странно, что это такая высокая цена. И я уверена, что это все фигня-фигня. Но когда я начала пользоваться, я ценила продукт просто на 100%. Он у меня, на самом деле, уже практически закончился. И в те дни, когда моя кожа была максимально сухой, я наносила на ночь именно его. Он очень хорошо восстанавливал. Поэтому я питаю большие надежды и на этот продукт. Также в данном боксе была кисть для нанесения пилинга. И специальная повязочка на лоб, чтобы защитить наши волосы. Следующий продукт, что я купила на месяцах, это бронзер от Tauflot в оттенке Terra. Вообще, очень много слышала хорошего об этом бронзере. Но, ввиду его высокой цены, никогда не планировала покупать. Но у меня есть один друг, который работает в люксом в бутике. И, собственно говоря, данный бронзер полноразмерный. Я взяла за 80 долларов. Когда цена мини-версии 75. Так что я все равно думаю, что это очень дорого. И надеюсь, что дом меня не подведет. Еще одна посылочка от бренда Reffer. Это кисти японского производства. Одно время их очень сильно рекламировали американские ютуберы. Такие как Мел Томпсон, Мишел Ванг и Меган Торнер. У них даже был, насколько я помню, какой-то промо-код. Эти кисти я купила без их промо-кода. У них была акция на сайте. У бумажного ракета была какая-то прошивка странная. Она мне просто весь стол. Не найти красивого слова здесь. В общем, вы понимаете, как видела коробочка. Это кисти, что были в наборе по акции. Здесь кисть-карандаш. Плоская кисть. И кисть такая, которая подойдет для растушевки в том числе. А также две кисти для лица. Они очень мягкие. Эти кисти из натурального ворса. Также дополнительно к ним я заказала две кисти номер 14 и номер 15. Это кисти для растушевки. Они экстремально мягкие. У меня на самом деле нет каких-то очень дорогих кистей. Мои самые дорогие кисти. Это кисти от Сима и от Зоева. 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 Не уверена в том, как правильно их называть. Но, насколько я понимаю, скорее всего, Цоева. Но, если у меня в подписчиках есть люди, которые говорят на немецком, то расскажите, как их все-таки правильно звать. Кисти действительно очень мягкие. Хотя, я могу сказать, что у меня кисти от Люкси или от тех же самых BH Cosmetics. Тоже очень нравятся. Они довольно-таки мягкие, хотя они и синтетические. В общем, посмотрим, стоят ли они того. И далее, ребята, у меня две коробки от Boxy Charm. Я вам говорила, что собираюсь отписаться. И я отписалась. Но, судя по всему, получилось так, что из-за разницы во времени моя отписка произошла уже первого числа следующего месяца. Так что коробки я в этом месяце все-таки получила. Давайте начнем с обычного Boxy Charm. Напомню вам, что Boxy Charm это сервис в подписке на бьюти-коробочке. И обычный Boxy Charm стоит вам 25 долларов. И на эти 25 вы получаете 5 продуктов гарантированно общей стоимостью на 125 долларов и выше. И первое, что вижу в своей коробке, это масло для губ в Солде-Жанейро. Классическая упаковка. Пахнет топленым молоком или сгущенкой, что-то такое. Насколько я понимаю, это все-таки не просто бальзам. Это тинт для губ. Хотя вообще здесь написано, что это матовый продукт. Поэтому, вероятно, это полноценная помада. И данный продукт вам обошелся бы в 20 долларов. Далее у меня лайнер для губ от бренда Ace Beauty. Это выкручивающиеся лайнеры. С оборотной стороны есть начинка. Я на самом деле предпочитаю, наверное, больше такой тип продукта, когда кардаш не нужно вытачивать. И данное до обойдется вам 16 долларов. Далее у меня набор кистей от Luxie. Уже говорила вам, что мне нравятся кисти от этого бренда. Преимущественно кисти здесь для растушевки. Поэтому я, наверное, оставлю себе. Мне нравятся и да, это синтетические, конечно же, кисти. Но они очень-очень мягкие. И косметичка тоже очень удобная для путешествий. Данный набор обошелся бы вам в 40 долларов. Далее у меня здесь консилер от Dose of Colors. Это был на самом деле мой выбор. Я взяла оттенок 08 Light. Пока что, ребят, открывать не буду. Думаю, что вообще так в упаковке оттенок выглядит слишком светлым для меня. Хотя, возможно, это только в упаковке. Слышала хорошие отзывы и на консилер, и на тональную основу. Так что этим продуктом я довольна. И самой, на самом деле, мне было интересно попробовать их консилеры и тональные основы. Так что я очень рада получить данный продукт у себя в боксе. Цена данного консилера 24 доллара. Последний продукт в моей коробке это палетка теней от Beauty Bakery. Палетка называется Breakfast & Bed. Ребят, я еще ничего не пробовала от Beauty Bakery. Так выглядит палетка. Я бы сказала, что такая классическая приглушенная гамма. Здесь есть и персиковый, и холодных оттенков много. Есть и маувы. Очень даже, на самом деле, все симпатично выглядит. Я думаю, что пока что я ее отложу, поскольку данные оттенки у меня есть. И, может быть, мы с вами тоже как-нибудь ее протестируем. Напишите в комментариях, пользуясь ли вы чем-нибудь от Beauty Bakery, в частности, тенями, как они вам. И розничная цена данной палетки 38 долларов. Итого, стоимость продуктов моего бокса составила 138 долларов. Что я считаю, очень даже неплохо. И, если честно, мне, наверное, все нравится в этом боксе, кроме, пожалуй, этого продукта. Просто по факту того, что я не люблю получать продукты для губ в боксах. Мы сегодня с вами очень оперативно. Последний бокс, боксичарм премиум. Итак, условия боксичарм премиум. Это 35 долларов цена. Ты получаешь 6-7 Beauty продуктов. Общей стоимостью на 175 долларов и выше. Здесь у меня помада от Лоры Телла. Насколько я понимаю, это матовые помады. И они обещают, что она продержится целый день на твоих губах. Независимо от того, чем ты будешь заниматься, как ты будешь активен, что ты будешь есть и с кем ты будешь целоваться. Рыночная цена данной помады 21 доллар. Пока открывать не буду, потому что подобные оттенки у меня есть. Далее продукт для бровей от Рианы. Оттенок называется Medium Brown. Насколько я помню, на этот продукт были не самые лучшие отзывы. Не знаю, будет ли вам вид на цвет. Пока что визуально мне кажется он зеленоватым для меня. И вот с обратной стороны такая щеточка знаменитая, да? Которая похожа на зубную щетку. Про щеточку точно говорили, что она и не очень удобна. Но мы с вами проверим и посмотрим, как оно. Рыночная цена данного продукта 20 долларов. Далее у меня такие шелушивающие подушечки с молочной кислотой. Посмотрим, как они работают. В принципе, очень даже неплохо. И данный продукт произведен в Новой Зеландии. Это очень меня вдохновляет. В Новой Зеландии, как и в Австралии, довольно высокие стандарты производства продукции косметической. Поэтому мне будет интересно попробовать. Цена данного продукта 35 долларов. Далее у меня палетка от Illuminati Cosmetics и Issa Bedova. Issa на самом деле очень креативная девушка. И так выглядит палетка. То есть здесь есть, насколько я понимаю, и металлики, и матовые, и, возможно, прессованный глиттер. Также в этой палетке, насколько я понимаю, есть такие постельные оттенки. В целом это выглядит довольно-таки симпатично. Посмотрим, как качество. Цена данной палеточки 48 долларов. И далее у меня просто идеальное дуо. Это база под макияж от Colorance. А также тинт-слэш масло для лица от Cosas. Оттенок 02. Насколько я понимаю, это должен быть такой легкий тональный крем, типа BB. Ребят, прямо сейчас открывать не буду, потому что в данный момент у меня есть некоторые продукты, которые я хочу закончить до конца года. И поэтому не хотела бы открывать что-то новое. Праймер для лица выглядит следующим образом. Здесь всего 15 миллилитров. Также есть специальная лопаточка для того, чтобы пальцами в баночку не лезть. Цена разглаживающего кожу праймера с Элином Е от Colorance, а также тинтующего масла для лица от Cosas, соответственно, 39,42 доллара. Что ж, ребят, я на самом деле думаю, что этот бокс очень даже хорош. Я не без ума от продуктов для губ, как вы помните. Карадаш тоже вызывает некоторые сомнения, но в целом считаю, что бокс очень даже хороший. И я, если честно, довольна. И общая стоимость продуктов в моем боксе в этом месяце составила 205 долларов, что я нахожу очень даже классным. Я бы сказала, что практически все продукты здесь мне кажутся интересными. А что, ребят, думаете вы, как вам эти боксы? И в общем и целом, ребят, напишите мне, что вам из этого кажется наиболее привлекательным. Последнее, что я жду в этом месяце, это посылку от Pat McGrath, еще одну четверку. Как только я получу, обязательно сниму на нее обзор. А из всего остального, что вам кажется наиболее интересным, что мне начать тестировать в первую очередь. Буду очень вам благодарна, если вы мне об этом напишите. И на этом, ребят, у меня сегодня все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, поставьте пальчик вверх. Нажмите на кнопку подписаться, если до сих пор не подписаны. И жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я, ребят, как всегда, желаю вам отличного дня. Чтобы ваши затраты на новую косметику окупались лихвой. Чтобы они действительно того стоили. И мы с вами увидимся уже очень, очень скоро.